Прогуливаясь по Дворянской улице, создается впечатление, что вы совершаете скачок во времени. Этому способствуют и брусчатая мостовая, и массивные фонари, и архитектура XIX века. К слову о зданиях. Одно из самых интересных – бывший доходный дом купца Фиштемберга, а ныне – историко-краевический музей. Это, пожалуй, одно из немногих зданий в городе, которые имеют портик. Портик – это нарядно оформленный вход в здание. Его украшают колонны с каннелюрами и брельефные изображения голов льва. Сегодня Бендера занимает порядка ста квадратных километров. А началось все с небольшого подкрепостного поселения, разбитого на две части – турецкого на западе и молдавского на юге. В обоих посадах были ремесленные мастерские и торговые лавки, а также храмы. Отдельно стоит упомянуть и о ветряных мельницах. Их было столько, что Александр Пушкин во время своего пребывания в городе Наднестре назвал его «краем ветряных мельниц». Позже в знаменитой Полтаве он написал следующие строки. В стране, где мельниц ряд крылатый, оградой мирно обступил Бендер, пустынные раскаты, где броют буйволы рогаты вокруг воинственных могил, останки, разоренные сени. Активная застройка в городе началась после присоединения Бессарабии к России. Уже в 1813 году при содействии военных был разработан первый генеральный план. Согласно ему, Бендеры отодвинули на 600 метров от крепостного вала. Это было сделано для того, чтобы облегчить возможную оборону укрепсооружения. Однако, если с крепостью было все ясно, то с разметкой улиц вышел неприятный казус. По этому плану были разбиты 8 улиц перпендикулярных гнестру и 8 их пересекавших. Но дело в том, что в начале 19 века не было техника, землемера, которая бы слил разбивку улиц и кварталу, которая бы слил контроль за ходом строительных работ. Поэтому многие улицы получились неровными, косыми. Многие улицы не пересекались под прямым углом. Бендеры нуждались в перепланировке. И вот в 1866 году был спроектирован новый план застройки по типу военного городка. Улицы наконец-то выровнялись и стали такими, какими мы их знаем и сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok